добрый день уважаемые подписчики саша маэстро вас приветствует всем спасибо за лайки всем спасибо что подписываетесь спрашиваете как я живу да как у кота за пазухой сегодня не смог приехать смотрел видос денисов значит комментарии там отвечаю тоже пишу вот зла на колючку не держу пар я уже спустил в прошлом стриме ну жизнь у них такая правда у своих нехорошо как бы с другой точки зрения с трезвой точки зрения можно объяснить поступок незначительно вот вот так я живу у галя галюшка меня не отпустила полночи мне выносила мозг поэтому я только проснулся недавно около часу дня собака вон наша отдыхает вес то передай привет подписчикам многие говорят что видосы короткие но длинные видосы редко кто досматривает до конца почему-то к сожалению хотя в конце там бывают прикольчики нормально живут красноармейские завтра на работу ну как видите трезвые да никто меня не зарезал не зарезал не убил что еще там много вопросов задавали а по теме по теме по музыке ну пока только такая гитара другой пока нет кстати тоже галя не отпустила к бывшие съездить там шмотки забрать гитару забрать она тоже не очень но получше чем это вот не получилось у меня съездить ну как то так ваши пожелания о песнях я все записывают купили тетрадочку я сейчас записываю стихи песен которых я не знаю буду учить постепенно петь и хочу сделать такой как называется микс по правильному то есть не одним концертом все песни спеть а записать по одной потом замиксовать их и выложить более менее длинное видео вот чтобы люди смотрели что еще городок кстати тут загуглил хотел хотя бы посмотреть где живу историю интересно же узнать вот этот город он оказывается раньше он назывался по-другому флотский там поселок флотский и он упоминается с 19 сначала 19 века там с 23 по моему года что ли 1823 упоминание первое о городе вот ну потом он как бы развивался здесь построили фабрику ткацкую они ткацкую бумажную какую-то короче фабрику под ком потом здесь открыли полигон ну и все основывалось на этом полигоне такой вот город как бы кстати его я первый раз вот только от галли услышал что есть такой город он как бы такой не афишировался потому что вот когда-то был ураган вчера и позавчера он еще начался тураган ураган дождь ветер и я слышал такие прям мощные взрывы видимо тоже военные так подгадывают чтобы люди не пугались не слышали пока грохот пока дождь они там что-то взрывают видимо утилизируют какие-то военные и отслуживший свой срок снаряда или что там вот и хочу объяснить людям которые пишут вот с моей точки зрения гадости про меня на что я там мешаю им жить новые сути всей не знаете не догоняете многие то что я то там один из первых появился на совеловской там самые старые я валера космос вот из этой губ компании которые вы сейчас знаете а колючий колючим там временами появлялся потом пропадал потом значит была такая ситуация я-то как бы везде вхож вот и я однажды на вас лаботку пришел вот его там значит убьют вежливо говоря вот но я за него заступился и сказал ему что давай носовок дергай там тебя никто не тронет скажешь что я разрешил тоже там не всех принимали раньше там действительно была компания такая что каждый друг за друга попробовать к нам там подойти многие подходили там ребята такие дерзкие кто-то на эмоциях допустим идут фанаты один раз я тоже чуть не встрял хорошо гитара была с собой гитара выручила шли фанаты спартака слов не вот и значит я что-то пошутил такое ну насчет ребята вас так много дайте денег гитаристу ну человек наверно больше десяти их было и начали на меня выступать и ну и видимо там один из ведущих ребят значит обратил на меня внимание остановил их разговорились он говорит так сейчас едешь с нами мы тебя покупаем бухло покупаем тебе значит билет долобни и ты едешь веселишь нас всю дорогу потому что спартак проиграл нам грустно и все такое вот и мы ехали значит долобни я всю дорогу пел песни там матом и так далее шуточные прибауточные частушки ну то есть взорвал так добрым словом вагон то есть не только фанаты там уже пели а просто все люди хлопали и пели подпевали там подходили заказывали песни ну и в итоге приехали мы в лобную они меня там в кафешку они засели чисто попил кафешку засели значит время уже за час то есть я уже понимаю что я назад не приеду на электричке и денег у меня нет ни копейки ну и так выходим они в кружочек стали таким ну этот здоровый парень сами его зовут вот значит говорит ночью обещали пацану давай скинемся мы надавали мне там прилично денег там что-то больше семи тысяч у каждой там кто тысячу кто пятихатку тут три сутки ну я им говорю а теперь я куда пешком я не зайду зима была не зима снег короче вот или ранняя весна или поздняя осень вот холодно было и он звонит жене жена приехала значит садили машину куда тебя там куда откуда взяли туда и визите отвезли меня короче не носовок вот много таких историй поэтому я там вообще я там где-то 2006 года так конкретно на савеловской то есть это прошло 10 14 лет 14 лет я на савеловской до этого я там бродяжничал в центре на пушкинской на арбате новослободская то есть многие люди меня знают многие люди меня знают как с нормальной стороны всем конечно не угодишь даже . что что-то мило просто с моей стороны допустим все эти видосы ну именно на моем канале да они должны показать людям то что можно выбраться из любой ситуации можно оставаться человеком и нужно оставаться человеком в любой ситуации я потом тоже сделаю видос как бы как это путеводитель допустим так и назовем его путеводитель для человека попавшего в беду в москве то есть люди которые живут далеко от москвы которые редко бывают москве или многие прямо скажем и ни разу не были приезжаешь в москву да допустим лето жара попить негде понимаете негде попить здесь нет колонок здесь ну мне допустим стыдно будет зайти там постучаться в какую-то дверь и попросить кружку воды люди просто не поймут москвичи жесткие люди москва слезам не верят это я ощутил на себе выражение крылатая вот покушать да ну попить допустим вы нашли сейчас сообразите сейчас много кафешек там зашел в любое кафе тот же макдональдс за его и называют бесплатный туалет весточка красавица красавица нас вес попить допустим вы попили но вы не найдете где покушать где там прошла неделя допустим для работяг приезжающих пацаны там приезжают тупо на стройку особо делать ничего не умеют чернорабочим там не берут там неделю отработали кинули ну то сплошь и рядом в москве вот и сносились башмаки да все денег нет обувь порвалась то есть можно найти и обувь и одежду пусть поношенная но она крепкая ну и так далее вот насчет одежды насчет еды насчет ночлега конечно сложнее но всегда можно я не знаю на других вокзалах конечно хуже я был на курском вокзале на повелецком и на белорусском и на трех вокзалах там совсем не так там жесткие люди даже вот как это называется вот эти приколы да мужичок там один снимает не помню как его зовут короче маска у него такая деда старого он там рассказывает что это маска стоит более 100 тысяч рублей вот и он и одевает и по моему на белорусском вокзале он был и подходит к бродягам к бомжам ну и говорит помогите там едой его просто матом посылают чуть ли не до драки понимаете какие люди на сайловской совсем не так там сколько людей даже видосах вот в женинах генисовых вы прекрасно видели что люди подходят с тем же с тупым вопросом опохмелиться никогда никто не пожалеет если есть место до дома и сладко до места ты будешь звезда ютуба до рыбка мы вот что я до перестань весточка вот что я хочу вам как бы рассказать что задача не в том снять там прикольное видео чтобы все поспинялись чтобы все зачем мы реле этих людей а суть в том чтобы помочь во первых этим если это возможно допустим мне помогли да вы своим словом жестким направили меня на путь истины вот где-то помогли материально всем спасибо вот что еще хотел сказать а ну и пример такой хороший пример потому что я допустим как бы к сожалению чуть только на своих ошибках это видео оно должно дать как бы урок людям которые ну стоят на грани до между нормальной жизнью и допустим окунуться с головой прийти к нам для молодых потому что очень часто попадают туда молодые неопытные в этом деле то есть не надо не надо обратитесь за помощью нам к родным позвоните перри переборите себя переборите свою гордыню гордость кстати это два разных понятия с точки зрения литературы вот это по этому поводу значит про музыку сказал что буду петь буду играть по одной песенке выкладывать потом сделаю как бы такой концерт к сожалению стримы сейчас не могу снимать прямые эфиры потому что нету достаточного количества подписчиков просмотров там у меня часов просмотров хватает подписчиков не хватает поэтому люди кто заинтересован помочь еще я раскручиваю этот канал как мне стало интересно то что люди тупо зарабатывают бабки на этом я хочу не тупо зарабатывать бабки на этом ну создать какой-то фонд вот допустим вот моя голенка она очень любит собак всем помогает там пристраивают хорошие руки отдают ну и как бы я ее поддерживаю в этом плане ну вот хожу с собакой гулять она там мне еду дает для собак то есть если я вижу по дороге там бродячих собак здесь у нас есть основной малыш бегает там он тоже в видосиках у меня есть его подкармливаем ну и других вот ездили в пушкин он там хотела забрать собаку может быть вот этот фонд не может быть а точно какой-то создать фонд помощи бездомным людям бездомным животным мы так далее для общения я очень общительный человек рыба правда по гороскопу то есть когда трезвый я молчу стеснительный застенчивый и так далее поэтому поддержите подписывайтесь ставьте лайки что-то советуйте и плохие комментарии меня тоже устраивают я раньше удалял короче банил этих людей но мне потом объяснили что не надо банить этих людей яндекс не яндекса youtube все видит это наоборот черный пиар тоже пиар вы знаете что кто-то там крот пьет кто-то еще что делает все это черный пиар и он тоже действует в таких безвыходных ситуациях он тоже поднимает рейтинг поэтому пишите любые комментарии где-то я не прав чего-то это где-то не догоняю давайте общаться вместе всем здоровья самое главное кстати вот такая вот так вот весну значит нам весна преподнесла подарок сегодня 15 сегодня ночью всю ночь бушевал ветер метель нападала снега там около 10 сантиметров толщиной короче зима зима еще не ушла 7 15 послезавтра у меня днюха вот 40 лет 40 лет вот и зима преподнесла мне вот такой подарочек то есть рано убрал лыжи вот ну пока все давайте общаться кстати вот он ролик там подписчица 1 сказала саша пока не будет ролика роликов там более 20 минут не буду подписываться вот дорогая именно для тебя ролик более 20 минут 193 подписчика сейчас я выкладываю это видео и ты будешь 194 я надеюсь и люди не люблю вот этого нежданчика да там хоть парень написал может быть не парень и вообще не знаю откуда там вы просто гадости там угрозы какие-то но определись определись скажи свое имя покажи свое лицо кто ты что ты давай пообщаемся зачем вот эти прятки играть я тоже могу маску надеть и могу просто ты же понимаешь уважаемые что я не совсем глупый человек да можно же пробить и адрес твой по твоему каналу и все на свете вплоть до метра где ты находишься просто мне это не надо сам споткнешься я спотыкался и знаю то что можно очень быстро упасть был бизнес свой небольшой или зарабатывал этом по 150 по 200 тысяч в месяц налево-направо так швырял за пять штук сутки гостиницу снимал с джакузи и совсем на свете а потом оказался на савиловском вокзале поэтому общаемся всем успехов в труде желаю всем весеннего настроения девчонки поскорее там одеваете мини-юбки давайте уже радуйте глаз всем привет на этом пока все пишите комментарии очень буду рад спасибо вам большое